Здесь интересно и весело. Именно поэтому Иван Митряковский вернулся в палаточный лагерь. Сначала прошел окружную смену, теперь попал на городскую. Спальное место зарезервировал сразу и в роли старичка приступил к знакомству с ребятами. Тут вожатые, очень приличные. Вообще сама программа классная. Не соскучишься. Мне очень тут нравится. Городское пространство вне времени – это три тематические смены. Патриоты, добровольцы и творцы. В каждом направлении свои образовательные блоки, формат которых не ограничивается лекциями. Здесь тренинги, мастер-классы, развитие надпрофессиональных навыков. А после занятия по интересам в творческих мастерских. Мастерские такого типа и такого плана, как китайский язык, английский язык, каллиграфия, потом тоже рисование, которое называется у нас «Коляк-маляк». Также здесь в рамках мастерских будут танцы. То есть это уже будет вне образовательного блока, то есть дополнительно. Но сначала знакомство и сложный выбор тематической смены. Ксении Сагура, например, определиться с направлением образовательного модуля было непросто. Девушке близки все направления. Она и волонтер, и ученица кадетского класса, и даже актриса экспериментального театра. Поэтому решила попробовать что-то новое. Я, наверное, выберу творчество. И у нас творчество разделено на две категории. Это театральная студия и танцы. Я выберу танцы просто потому, что я не занимаюсь танцами в жизни, и я хочу это попробовать. Городская смена палаточного лагеря продлится до 18 августа. Итогом станет мини-фестиваль. Там воспитанники покажут творческие номера, над которыми будут работать всю неделю. Кристина Кочерова, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск».